Еще раз повторюсь, фензипам это психотропный транквилизатор, а доктор его называет успокоительный. Немножко 2 литра успокоительного через капельницу вам не повредит. Примерно так он сказал. Задумайтесь, люди. Не ждите, когда ваших детей поведут, чипируете, вакцинируете, чтобы потом убить. И вот это мы служим родине, там что ли, служим закону, служим народу. Вот только непонятно, какому народу они служат. То, что они делают с народом, ничего общего с соблюдением закона нет. Совершенно ничего общего. Вот это 9-е мужское отделение специализированного типа. Вот здесь содержит Владимира Юрьевича Шуманина. Вы меня простите, пожалуйста. А суд имеет право требовать возбудить уголовное дело? Атеросклероз аорты. Но если суд потребовал возбудить уголовное дело, простите, но это коррупция. Вот это копия справки того, что он инвалид второй группы. Вот, им нужно, чтобы он все равно был на крючке, им нужно все равно, чтобы что-то на него можно было ляпать, рисовать. Сахарный диабет второго типа. Что ей вот в приказном порядке суд заставил уголовное дело возбудить. Вот, это очень важно, ему требуется операция. То есть мы используем это того, что у вас это расстройство и есть? Видимо, здоров. Но по решению суда его... Но я на сегодняшний день не вижу вас на вас, на разрушение не разрешил. Потому что не тяжелых преступлений Владимир Юрьевич никаких не совершал. Нарушение настроения он у них. Хочу рекомендовать вам минимально, чтобы уступить на нас сегодня. И детали. Вы разорили мой дом. Вы сломали человеку судьбу. И вот сейчас так спокойно. Давайте договоримся. Вот, начиная вот с этого момента, он постоянно находился под конвоем двух полицейских, как минимум. И его постоянно вот на этом пути провоцировали. Самое интересное, это побочные действия. Это все феназепам. Так как, как доктор его назвал, успокоительное. Скоро я покину эти стены, поскольку я абсолютно психически здоров. Всего вам доброго, друзья. Всем привет. Продолжаем освещать ситуацию с незаконным задержанием Владимира Шуманина в Петропавловском, Камчатском. Сейчас его перевезли в ПНД города Уссуерийска. Это рядом с Владивостоком. А значит, хронология выглядит примерно так. Ну, сразу скажу, такого я еще нигде не видел и даже не слышал о таком. Даже не предполагал, что такое возможно. Значит, против него возбудили 24 уголовных дел. Все они разваливались. В итоге они зацепились по 128 статье УК РФ. Это клевета. Там в качестве наказания предусмотрен небольшой штраф. Либо 160 часов исправительных работ. Им этого показалось мало. И они решили печь его в психушку. Они сделали две заочных экспертизы. То есть, не видя некие доктора, которые не видя и не общаясь никаким образом с Владимиром, они вынесли два заочных решения, что он болен. В свою очередь, Владимир Шуманин съездил к независимым экспертам, к трем, и сделал три очные экспертизы о том, что он здоров. Но, несмотря на это, мировой суд Петропавловского-Камчатского назначил ему бессрочное принудительное лечение. После чего сразу в квартире Владимира был обыск. Приходили маски-шоу, все в перчатках, все в масках. И ОМОН, и простые якобы опера. Всего примерно 15-20 человек. Всю технику вынесли. Владимира не задержали. Его задержали спустя 2 или 3 недели. И он был доставлен к Камчатской ПНД вечером. Тут же утром в ПНД собрали комиссию, и он был выписан. Прямо на следующий же день. Но так как его сопровождал конвой из двух полицейских, у него якобы было подозрение на COVID-19, и его направили в военный госпиталь. Там же, на территории военного госпиталя, организовали полицейский пост из двух полицейских. Но это все равно, что кабинет зубного врача на территории склада боеприпасов. Вот что-то то же самое не сделали на территории военного госпиталя. Естественно, на бессрочное принудительное лечение была подана апелляция. И пока не ждали, Владимиру сделали трижды тест на COVID. Трижды тест показал отрицательный результат. Но несмотря на это, его удерживали в госпитале военном. То ли полицейские, то ли сами военные, непонятно до сих пор. А может все вместе. Далее состоялось апелляционное закрытое судилище, на котором пустили только Владимира, его жену и адвоката. 26 ходатайств были отклонены. И в итоге Владимира доставили туда же, опять же обратно, в Камчатское ПНД, откуда он был ранее выписан. Буквально за 2-3 дня у него обнаружили COVID. Но несмотря на это, его не доставили в военный госпиталь. Вот смотрите, здесь просто подозрение на COVID без тестов. Его доставляет в военный госпиталь. А здесь конкретный тест показал, что обнаружен COVID. И несмотря на это, его доставляет не в военный госпиталь, а доставляет куда подальше, за 2,5 тысячи километров в город Уссурийск. То есть его доставляет к самолету. На самолете он летит в город Владивосток, под конвоем это все. Его постоянно по пути, то есть вот начиная вот с этого момента, он постоянно находился под конвоем двух полицейских, как минимум. И его постоянно вот на этом пути провоцировали. В общем, его доставляют в ПНД города Уссурийска. Это ПНД не просто ПНД первого уровня, а это ПНД третьего, самого высшего уровня. То есть первый уровень доставляет, скажем так, первоходов, которые не очень опасны для себя, либо для окружающих. На третий уровень доставляют тех, ну, кого уже, можно сказать, бесполезно лечить. Их просто пожизненно содержат чуть ли не в смирительной рубашке постоянно. Вот его туда доставили. И далее вы услышите, как доктор при осмотре рекомендует, советует Владимиру, Владимиру принимать успокоительные и витамины. Причем в качестве успокоительного он рекомендует самый знаменитый препарат психиатрии. Это феназепам. Многие пациенты, люди и доктора считают, что это якобы успокоительное и снотворное. На самом деле это психотропный транквилизатор. Вы можете почитать об этом на Википедии. Я быстренько пробегусь, что это такое. Данный препарат практически нерастворим в воде, малорастворим в спирте, эфире, флороформе. Я впервые слышу, чтобы феназепам, у которого форма отпуска, у него либо таблетки, либо ампулы. То есть, либо его вкалывают шприцом, либо дают в виде таблетки, либо порошка. А тут они решили ему феназепам через капельницу влить. Либо под феназепам имеется в виду что-то другое, либо его сразу на вязки хотят положить, чтобы он даже не увидел, что ему туда вкалывают, в эту капельницу. Но тут, скорее всего, доктор либо лукавит, либо они ампулы будут в капельницу вкалывать. Ну, это вообще жесть. Психотропный транквилизатор ставят через капельницу, то есть на постоянку. Феназепам является высокоактивным транквилизатором. По силе превосходит другие транквилизаторы. Оказывает также выраженное противосудорожное мышечно-расслабляющее и снотворное действие. То есть, по сути, является сильнейшим, в кавычках, успокаивающим и снотворным. Сфера показаний к применению широчайшая. Можете сами почитать. Самое интересное – это побочные действия. Со стороны центральной нервной системы и периферической нервной системы в начале лечения, особенно у пожилых больных, сонливость, чувство усталости, головокружение, снижение способности концентрации внимания, атаксия, нарушение согласованности движения различных мышц, дезориентация, неустойчивость, походки, замедление психических и двигательных реакций, спутанность сознания, редкая головная боль, эйфория, депрессия, тремор, непроизвольные и быстрые ритмичные колебания движения частей тела, подергивание, наверное, снижение памяти, нарушение координации движения, особенно при высоких дозах, подавленность, а тут собирается через капельницу ставить, то есть лошадиную дозу, подавленность настроения, дистонические экстрапирамидные реакции, неконтролируемость движения, в том числе и глаз. Я вот это, кстати, видел, когда подходит к тебе человек, а у него глаза в разные стороны смотрят. Это не как у косоглазых друг на друга, а вообще, один там в правый верхний угол, а другой в левый нижний. Или наоборот, ну как-то не вообще, каждый сам по себе, и они не могут их свести никак. Астения, быстрая уставаемость. Меостения, это быстрая уставаемость мышц. Дизартрия, это нарушение произносительной стороны речи. Эпилептические припадки у больных эпилепсии. Крайне редко парадоксальная реакция, агрессивные вспышки, психомоторное возбуждение, страх, суциидальная наклонность, мышечный спазм, галлюцинации, возбуждение, раздраженность, тревожность, бессонница. Это все феназепам, как доктор его назвал, успокоительное, у которого вот такие вот побочные действия. Со стороны органов кроветворения, озноб, гипертомия, боль в горле, чрезмерная утомляемость или слабость, анемия, тромбоцитопения. Со стороны пищеварительной системы, сухость во рту или слюноточение, это я тоже видел, идет человек, рот открыт, слюни капают и ничего говорить не может. Изжога, тошнота, рвота, снижение аппетита, запоры или диарея. То есть совершенно противоположные вещи, диарея либо запоры. Нарушение функции печени, повышение активности печеночных, желтуха со стороны мочевой половой системы, недержание мочи, наоборот, задержка мочи, нарушение функции почек, что-то вообще какая-то рулетка. Это вот такое успокаивающее, которое непонятно, как будет воздействовать, то ли недержание мочи, то ли держание. Снижение или повышение либидо, приопизм, аллергические реакции, кожная сыпь, зуд, хорошее успокаивающее такое. Местные реакции, флебид, это воспаление стенки вены, венозный тромбоз, краснота, припухлость или боль в месте введения. А ему собирается через капельницу это все ставить. Так, прочее, привыкание, лекарственная зависимость. Это я тоже видел. Многие не могут уснуть после приема таких препаратов, и у них возникает зависимость, и они сами идут на пост и просят дать 1-2 таблички феназепама, чтобы уснуть. Снижение активности действий, редко нарушение зрения, диплопия. Это двойное зрение, когда раздвоение объектов происходит. Это вот то, о чем я говорил. Один глаз в одну сторону смотрит, другой в другую. Нет синхронности мышц глаз, чтобы свестись на одном объекте одновременно, в одну точку. Человек ходит, у него глаза в разные стороны смотрят, это вообще неконтролируемое, и он не может передвигаться. Все углы, все стены собирает. Снижение массы тела, тахикардия. При резком снижении дозы и прекращении приема, то есть они им дают сначала лошадиные дозы, а потом резко прекращают. И получается синдром отмены, раздражительность, нервозность, нарушение сна, дисфория, спазм гладких мышц внутренних органов, эскелетные мускулатуры, деперсонализация, то есть человек перестает себя осознавать личностью, усиление потоотделения, депрессия, тошнота, рвота, тремор, расстройство восприятия, в том числе гиперакузия, паристезия, светобоязнь, тахикардия, судороги, редкоострый психоз, то есть вплоть до психоза. Вот это вот успокоительное, которое на самом деле дает в обратный эффект психоз. Еще раз повторюсь, фензипам – это психотропный транквилизатор. А доктор его называет успокоительное. Немножко 2 литра успокоительного через капельницу вам не повредит. Примерно так он сказал. Ну и передозировка грозит выраженной сонливостью, длительной испутанностью сознания, снижение рефлексов, длительная дизоартрия, нистагм, тремор, бродикардия, дышка или затруднение дыхания. Очень актуально при COVID-19. Так, снижение активности деятельности, вплоть до комы. Вот такое вот успокаивающее, прописал доктор через капельницу. Это пятка. У него диабетическая стопа, была сделана операция. И мы более-менее так подлечивали, почему не заживала эта рана так долго. Потому что вся проблема внутри. И, видимо, поскольку внутри ещё не зажило, вот эта дырка, она была как дренаж. Но она уже начала затягиваться. И в госпитале тоже немножечко подлечили. А тут в КПНД ему выдали тапки меньшего размера, чем ему нужно. Ну, видимо, не было большого размера. А поскольку ему и так-то ходить не разрешено, но всё равно куда-то в туалет, ещё куда-то выйти. И он ходил в этих тапках. Не будешь же всё время на цыпочках ходить. У него же даже костыля нет. И, видимо, где-то наступил, и у него опять разошлось всё. Ну и плюс, когда тапок не по размеру, естественно, этими краями он, видимо, опять всё разодрал. Поскольку сопутствующие заболевания никто не лечит в КПНД, поэтому нужно каким-то образом лечить эту аневризму аорты. Что-то с этим нужно делать. Нужно лечить диабетическую стопу. Нужно лечить сам диабет. А этого, естественно, они там не делают. Поэтому с этим нужно что-то делать. Вот сегодня, насколько я поняла, будет какая-то комиссия. Не знаю, по каким делам. Как попасть в эту комиссию, там, даже не то, чтобы попасть в эту комиссию, а как достучаться до этой комиссии. Естественно, что я тоже не знаю, потому что у нас там ракобисия по поводу пандемии, карантина, и не знаю, что это такое. Вот. То есть всё сделано для того, чтобы людей и не лечить, и не слышать, и что они там задумали, я не знаю, но чтобы гнуть свою линию и не получать никакого отклика. Как-то вот так. Только что звонил Владимир Юрьевич, сказал, что опять сдал кровь, и опять у него обнаружили ковид. Он потребовал, чтобы его отвезли в госпиталь. Ему сказали нет. Будете сдавать тест, вот этот вот мазок, который берут, значит, палочкой через нос. Он категорически сказал нет. Ну вот не знаю, что они сейчас будут делать, но по идее, они должны его опять отвезти в госпиталь. Только что мне сообщили, что Шманина Владимир Юрьевич собираются переводить в уссурийскую психоневрологическую больницу закрытого типа, которая, ну, как бы хуже, чем тюрьма. Вот. У него куча сопутствующих заболеваний, в том числе и диабетическая стопа. Сейчас вот выяснилось аневризма аорты и сахарный диабет, ну, как бы много ещё чего. Вот. Кроме того, кровь опять показала ковид-19. То есть в таком состоянии переводить его не имеют права, но готовится очередное преступление. И переводить его вот в таком виде, ну, это просто можно добить его по дороге. Я прошу помощи. Ребята, помогите. Я буду звонить, и звоните тоже вы. Я всё понимаю, что на них давят, но, простите, за свои действия. Каждый несёт персональную ответственность. И уже в тех структурах, перед которыми они будут отвечать, те, кто эти преступления совершил, там уже, ну, совершенно будет неинтересно. Такая формулировка «на меня надавили». Есть должностные инструкции, есть правила, есть всевозможные ГПК, ФЗ и всё такое прочее. И если вы имеете возможность нарушать, вот, всё вышеперечисленное, значит, имейте возможность и отвечать, поскольку должность обязывает. Практически в любом месте, где находился Владимир Юрьевич, его обязательно охранял конвой. Естественно, что, опять же, правозащитники, которые находятся за пределами Камчатского края, будут выяснять, кто дал распоряжение. Суд не давал никаких распоряжений по тому моменту, чтобы конвой Владимира Юрьевича как-то охранял. Далее, опять же, как стало известно, чисто случайно, что этому конвою давалось задание провоцировать Владимира Юрьевича, чтобы он повел себя неадекватно, чтобы в конце концов появился, ну, хоть какая-то зацепка, показать, что вот, видите, какой он шуманен-то, за всё время, сколько длилось всё это безобразие, всё это мракобесие вокруг шуманина, ни разу Владимир Юрьевич не повел себя так, чтобы у тех, кто за ним охотится, появилась хоть малейшая возможность усомниться в его психическом здоровье. Это, естественно, их очень расстраивает, но не даёт, скажем, им никакого повода абсолютно для того, чтобы соблюдать закон самим. То есть нарушение закона со стороны тех, кто всё это мракобесие вокруг шуманина устроил, нарушение закона просто махровое со всех сторон, где только можно. И поэтому, скажем, когда его привезли в этот Уссурийск, когда врач дежурная его осмотрела, побеседовала, когда посмотрели все документы, как выяснилось, что они сами были в шоке, зачем такого человека доставили именно к ним, что неужели нельзя было найти какое-то другое решение проблемы. Ну вот, естественно, что это всё мы тоже будем выяснять, потому что, как я уже сказала, жалобу в ЕСПЧ у нас приняли, номер этой жалобы я ни от кого не скрываю, я могу его предоставить. И, естественно, что те документы, которые мы будем выставлять на всеобщее обозрение, номер этой жалобы тоже будет. Кроме того, как я сказала, что за Шуманиным сейчас очень пристальное внимание правозащитных организаций за рубежом, потому что в России мы исчерпали все возможные средства на защиту человеческого достоинства, на защиту жизни человека. Здесь, я даже не знаю, что здесь царит сейчас, но ничего общего с правосудием, ничего общего с соблюдением закона, ну вот, я не вижу. И я в следующем аудиоролике объясню, почему я так думаю. Вчера, пока Владимира Юрьевича этапировали в Оссурийск, я и наш адвокат Владимир, Олег Владимирович Самоделкин, мы забирали вещи, технику и документы у следователя Орловой. Следователь Орлова подписала постановление на обыск и изъятие техники и документов 15 июня 2020 года, где Владимира Юрьевича абсолютно варварским способом выволокли из квартиры, где он находился. И это при том, что он очень плохо себя чувствовал, у него упало давление, у него был высокий сахар, у него диабетическая стопа, и он почти не ходит. Кроме того, Курденков, который руководит отделом Э, и еще один такой следователь Петухов, забрали все вещи, которые находились в тот момент в квартире, где находился Владимир Юрьевич. И причем не оставили ни постановления на обыск, не оставили описи имущества. Меня, как законного представителя, не впустили в квартиру. Когда Владимир Юрьевич попытался позвонить адвокату, у него забрали телефон. Позже, когда Владимира Юрьевича проводили мимо меня по лестнице, буквально там волокли, тащили его, я сказала, что я, как законный представитель, имею право поехать с ним. На что Курденков бросил меня, на автобусе поедешь. Далее, ну вот Владимир Юрьевич был помещен в местный психолого-психиатрический центр на Камчатке. И мы более месяца пытались добиться, чтобы нам вернули то, что у нас, я считаю, украли. Потому что раз не оставили описи, раз нет никаких документов, значит, это кража. Я не вижу здесь законности соблюдения никакой. И вот Орлова пригласила нас, адвоката и меня, чтобы мы забрали технику и документы. Но почему-то она очень хотела, чтобы мы написали заявление, где указывали, что просим прекратить дело уголовное, по которому изъяли эти документы, за истечением срока. Дело касалось каких-то публикаций давнишних, там, 13-го года, что ли, по отношению Кекух Владимира, который руководит контрольно-счётной палатой города Елизова. Насколько я знаю, дело касалось там что-то, публикации лично про него и он должен был как-то в порядке частного обвинения заниматься этим делом. Но он привлёк полицию и следственный комитет города Елизова, что заставляет меня думать о том, что это коррупция. Кроме того, истекли все сроки. Владимир Юрьевич давал объяснение, что он к этим публикациям не имеет никакого отношения. Но по сложившейся традиции, как только какая-то публикация нехорошая появлялась, решили назначать виноватым Шуманина в этой ситуации. Но, как я уже сказала, год прошёл, уже всё, все сроки истекли. И следователь сказал, что вот мы отправили в суд это заявление, суд вернул с требованием возбудить уголовное дело. Вы меня простите, пожалуйста. А суд имеет право требовать возбудить уголовное дело? По-моему, он имеет право на доследование, на какое-то дальнейшее разбирательство отправить. Но если суд потребовал возбудить уголовное дело, простите, но это коррупция. И если следователь возбудила уголовное дело и вот на таких основаниях назначила, то есть издала постановление на обыск, но это тоже коррупция. Насколько я понимаю, это тоже коррупция. Постановление было издано, всё изъято, там всё, что можно, включая принтер и сканер. Вот здравый смысл какой-то есть, объясните мне, пожалуйста, принтер и сканер. Единственный здравый смысл, который я в этом вижу, не здравый смысл, а вообще смысл, что отдел «Э» мог на этой технике, там ноутбук, наш принтер, наш сканер, изготовить какую-то компрометирующую Владимира Юрьевича информацию. Да, кстати, изъяли печать ещё Камчатского региона. Можно было наляпать вот сколько угодно печатной продукции, экстремистского характера, ещё какой-то. И именно так вот и действуют наши вот эти структуры, которые по закону нас якобы защищают. Вот, и поэтому, ну вот, я, допустим, считаю, что могли сделать именно так, изготовить какую-то экстремистскую литературу, какую-то порочащую литературу, и потом быстренько сляпать экспертизу и сказать, вот именно с помощью вот этих технических средств была изготовлена, ну вот эта вот всевозможная продукция, которая впоследствии может сыграть там какую-то роль, опять же, в каких-то обвинительных заключениях. Потому что они прекрасно понимали, что если вдруг Шуманин всё-таки как-то сможет выйти из вот этого бракобесия, которое сейчас вокруг него организовали с этой психиатрией, вот, им нужно, чтобы он всё равно был на крючке, и им нужно всё равно, чтобы что-то на него можно было ляпать, рисовать. Вот. Ну, поскольку я сказала категорически нет, что если мы сейчас пишем жалобу о том, что просим прекратить уголовное дело по истечению сроков, а какое вы имели право постановление-то издавать на обыск, если сроки истекли? И я её об этом и спросила. Ну, вот на что мне следователь Орлова сказала, что ей вот в приказном порядке суд заставил уголовное дело возбудить. Следующий этап всего этого безобразия. Поскольку я отказалась писать заявление с просьбой прекратить уголовное дело по истечении сроков давности, то сегодня ночью в 4.10 подъехала полицейская машина. Прям вот, простите, мордой к нашему подъезду. Полицейские вышли, стояли между моей машиной и машиной своей полицейской. Полицейские ходили по подъезду, но тут видеокамеры ходили с фонариками вокруг дома, разглядывали видеокамеры. То есть я так думаю, что если бы я занесла домой всё, что я забрала у следователя Орлова, то они бы, скорее всего, ворвались в дом, всё это выгребли, и уже потом была бы следующая часть этого марлезонского балета. Но поскольку я прекрасно понимала, что всё, что, простите, из этого гадюшника вытащили, этим пользоваться нельзя, то это у меня осталось в машине, потому что я была очень уставшая, и у меня не было возможности везти это куда-то на хранение. Как я, в принципе, сказала и адвокату, и следователю, что, естественно, пользоваться этим нельзя. Нельзя отдавать это близким людям, тем, с кем ты общаешься постоянно, потому что я не знаю, что напихали в эту технику. А людям, которые сейчас называют себя полицейскими, я не знаю вообще, кто это, как бы именно... Я сомневаюсь, что это та полиция, о которой мы имеем сейчас представление. Это что-то совершенно другое, совершенно какая-то другая структура. Вот, и поэтому, как я уже сказала, я им не верю, и поэтому я оставила всё это в машине, потому что у меня не было возможности куда-то это отвезти. И, как мне сказали умные люди, сказали, что, скорее всего, вот раз менты приехали, скорее всего, что там оставили либо какой-то маячок, либо что-то ещё. И если бы ты занесла это в квартиру, они бы организовали налёт. Но поскольку они поняли, что в квартиру ты не заносила и не распаковывала ничего, особого смысла, скажем, делать ещё один обыск, ещё один налёт, в данный момент нет. Ну, это что касается о том, как любит очень часто полиция говорить, ну, во всяком случае, руководство полиции, это дело чести. Вы знаете, вот о какой чести они говорят? Ну, слава Богу, что у нас, наверное, с ними разные понятия о чести. И уж тем более у Шуманина и полиции абсолютно разные понятия о чести. И вот это мы служим Родине, там что ли, служим закону, служим народу. Вот только непонятно, какому народу они служат. То, что они делают с народом, ничего общего с соблюдением закона нет. Совершенно ничего общего. И то, что сейчас именно в этих структурах огромнейшая коррупция, об этом говорит даже прокурор, генпрокурор Краснов, который в своём выступлении, в последнем, по-моему, 3 июня, сказал, что Камчатка сейчас на третьем месте по коррупции. Задумайтесь, люди. Там его сейчас направляют 9 отделение. Это самое-самое специализированное отделение для самых-самых отъявленных негодяев в нашей стране и самых-самых психических больных. Но это со слов, скажем так, мимо проходящих людей. И, скажем так, это так же со слов мимо проходящих людей, что типа этим, именно этим отделением курирует личный главврач этого Приморской краевой психиатрической больницы номер один. Как долетели? Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже в Уссурийске, точнее, село Заречное, там, где находится закрытого типа, психоэнераллический диспансер. Но что я хочу вам сказать, что по дороге меня, конечно, провоцировали Петропавловский, Камчатский, здорово. Но вроде как здесь всё спокойно, сотрудники полиции здесь, в общем-то, более-менее. Но с медиками мне повезло меньше. Один из санитров просто откровенно хамил, кстати, в Петропавловском, Камчатском рапорту. Но по дороге тоже были эксцессы сопровождающие. Ну, в общем, это всё нормально, все, в общем-то, нашли общий язык. Вот. Ну, что ещё хочу сказать. Бейтесь, не стойте на месте. Шуманина с вами практически это невозможно, это способ самоубийства. Вот. А не ждите, когда ваших детей поведут, чипируйте, вакцинируйте, чтобы потом убить. Вот. Нет ничего дороже нашей земли, нашего будущего и наших, так сказать, потомков, которым мы должны обеспечить достойную жизнь. Поэтому смотрите на меня, я духом не сломлен, я буду бороться. И надеюсь, что скоро я покину эти стены, поскольку я абсолютно психически здоров. Всего вам доброго, друзья. Извините, пожалуйста, я законный представитель в профилактике, я документы могу показать, я доверенный лицой, защитник, наряду с адвокатом в суде Владимира Юрьевича. Вот это копия справки того, что он инвалид второй группы. Вот это вот можно выполнить. Это нужно документ. Значит, это программа реабилитации его инвалидов, что он инвалид второй группы. То, что он повторно. Год назад у него закончилась была третья группа, год назад ему присвоили вторую, и вот есть дата очередного свидетельствования. Он на данный момент инвалид второй группы. Дальше, вот это выписанное перетерис, то, что он лежал в кардиологическом отделении для лечения COVID-19 и ОРЗ. Да, это не важно. В 14-м ВМГ с выписка здоров. Но, я прошу обращать внимание, да, здесь подтверждено, что у него диабет второй, сахарный диабет второго типа. Есть множество анализов, то, что у человека сахарный диабет, и то, что у него атеросклероз аорты. Вот, это очень важно, ему требуется операция. Это вот копия справки. Значит, 15-го числа, принудительного, июня, принудительного Владимира поместили в Камчатский психонерологический диспансер, но он не специализирован, типа, а 16-го числа его у нас смотрят врачи-психиатр и выписок. Видимо, здоров. Но, по решению суда, его, правильно, господа, вот, доставили. Ну, вы знаете, решение суда в силу закона, поэтому, учесть при направлении, какое номер отделения, Владимир Ищуков? Номер 9. Номер 9? Поделение специализированной отчетной как видеться, общаться. Смотрите, при поступлении пациента мы летом недолазим, управляющим партийным, в таком случае, был осмотр врачу-пределение сопровождается 4-го пациента подводить. Я могу сразу, как представитель по доверенности, написать заявление, чтобы осмотр врачами-психиатр не проводился при мне? Ты можешь написать такое заявление? Я сейчас напишу, на что им написать? Главного врача. Я надеюсь, телефон сотовый не отбирают там, потому что ни тяжелых преступлений Владимир Ищукович никаких не совершал. Вот это я принял. Ни средней тяжести, ни тяжелых преступлений. Я думаю, господа могут это подтвердить. Понятно. Я ИСПЧ принял, жалобу. Я именно вторую часть, когда она пришла с европейского суда, короче, нароснул. Все, она уже зарегистрирована, номер есть, все есть. Ну, параллельно сейчас еще другой суд Владимир Ищу еще другой суд судит. Ваши Приморские края, там другая экспертиза. Такая же. Такая же заочная один в один у другого учреждения. Вот в Камчатке врач, смотрите, как ходят ушки и пытаются погреться. Аж не знает, что же, может, докладывать надо быть хозяевом. Уши грезли. Уши грезли. Ну, вы, надеюсь, уже сами все видите, человек с врачом острова. Я просто, как бы, на словах хочу вам сказать, что я, и тут общественность очень заинтересована этим делом. Вы можете набрать Шуманин Владимир Юрьевич дома с чаем, как говорится, и вам очень много чего высветится. Много чего можете посмотреть. Ну, я хотел бы вас от нейролептиков, от лечения, там, от несуществующих болезней. Я понимаю, да, это не для вас, но, как бы... Поэтому нормально все. Давайте теперь поговорим о лечении. Что вам требуется по физическому здоровью, так сказать, по хроматической части, что вы принимаете регулярно? Да. Так, ну и теперь по психической части. Значит, смотрите, вы поступаете сюда для переродительного лечения. Существует определенный стандарт переродительного лечения для определенных установленных нозологий, да, то есть болезней. Моих функций мы входим в сомневаться или неверить диагнозов в судео-сихетических экспертизах, да, то есть мы входим от того, что у вас это расстройство есть. Однако, модель лечения пациента, она симптоматическая. То есть, что значит, при этом расстройстве грубо говоря, мы опираемся на то, что пациента беспокоят. То есть мы стараемся каким-то образом минимально ограничить лечебное мышление, что так сегодня двигается, да. Значит, по стандарту, ну, есть препараты, в том числе, то, что вы видите нейролептики, да, там, и все остальное, но я на сегодняшний день не вижу основания для назначения нейролептиков. Как бы мы с вами пообщались спокойно, да, то есть мы понимаем друг друга, ориентированы, вы понимаете, что происходит, вы не высказываете каких-то идей далеких от реальности, то есть это мы отпускаем. Если говорить о вашем настроении, как бы, жалоб я не услышал, ну, возможно, некоторую апатию, но это может быть связано с жизненной ситуацией, да, то есть как таковы нарушения настроения и не их. В то же время, действительно, как вы говорите, что давление ваше может заняться в зависимости от настроения от установки, это называется эгитативная лоббидость, то есть эгитативная система, которая, ну, обеспечивает, в общем-то, регуляцию давления, там остальных функций кульческих и кровеносных сосудов, что вызывает длинность и покраснение кожных попков, она действительно интегрирована в нужную систему общую, то есть может ваше настроение, да, определять некоторым образом функционирование ваших внутренних ходов. поэтому здесь, во-первых, стресс от всего происходящего, в том числе, от примесивного всегда, ну, и в общем, и в целом, от обстановки, да, окружающей, всего этого. Значит, я хочу рекомендовать вам минимальную успокоительную население и витамин. В1-6. Витамины с удовольствием, но успокоительный давайте ситуационно, хорошо? Ну, понимаете, что, ну, есть определенные вещи, понимаете, я должен действовать, исходить из того, чтобы пациенту причинить наимин не будет. Я предполагаю, что вы, ну, можете немного нервничать, потому что происходит в отделении от режима, от того, что у вас принесет в такие условия. Успокоительное, самое простое, то есть, ну, как инозитон. Ну, я вас понял. Я понимаю, что-то надо нас, значит, я вас услышал. Черт, что-то. Я говорил, но вы все помнили. Лена, да. Единственное, что, может быть, я с вами мог бы, так сказать, не то, что поспорить, не хочу с вами спорить, но просто выразить свою точку зрения, что вы, как профессионал, я вижу у вас профессионал, не можете не обратить внимание на то, что тот документ, на котором вы обратили, то есть, на котором это заочная экспертиза. Разумеется, обращаем на это внимание. Вот, а та экспертиза, которую Ксения Третьевич принес, которую я, это врачи-психиатры, крутили часа три. Оно у вас в КОПе есть. Ну, сами потом, видимо, тот лечащий врач, который будет заниматься, определится, какой документ как основной. Ну, сложно сказать. В любом случае будет врачебная комиссия, да, где лечащий врач, кроме того, будет занести главного врача по лечебной работе, и может быть, даже главный врач, который будет участие. Вот там действительно вы сможете все эти вопросы поставить, уже будем, ну, будут разбираться люди, как и будет. А это прием, ну, я, разумеется, на все обращаю внимание, но делать какие-то выводы я не могу. Нет, я вас и настаиваю, просто я обращаю ваше внимание, выражаю свою точку, не более того, не более. Более того, могу сказать, что те основания, которые, так называемые, врачи, вот, заочный экспертизит, именно фактологические основания, вот, они опровергнуты вступившим в законную силу судебными решениями, которые здесь лично нам предоставлены. Чтобы для врачей можно было, так сказать, что я из тех долгов, на которых делали, базируются вот эти экспертизы, ни один из долгов не соответствует действительности. Просто следователю захотелось, что было такое заключение экспертизы. Он на экспертизу предстоял документы заведомо недостоверные, не соответствующие действительности. Вот и все недолго. Ну, я допускаю, что это может быть правдой. Но это требует детального изучения. Конечно, 4 судебных решения. Я привезу все. Будет достаточно национально полагать, что... Я все привезу. Правда, копию только. Копия, я все привезу. Контроль в рамках глюкозы. Как часто будет проводить? По-хорошему, 4-5 раз день. Я объясню, почему. Потому что я знаю, что сейчас, скажем, этот низкий уровень сахара, он больше связан с тем, что я внутренне работаю, чтобы он был маленький. Мне просто самому интересно, вот, а как это все? Нет. Ну, глюкометр тест-полоски есть у вас, да? Глюкометр есть, а вот тест-полоски уже закончились. У меня глюкометр типа сателлит. Так, Хорошо, если до понедельника 3 раза в день перед приемом пищи, вы не узнаете? Нормально. Нормально? Нормально. До понедельника это все терпит, ничего страшного? Полоски надо, да. Что? Полоски нужны какие-то. Все стихи ничего не надо. Ничего. Я в клинике, я думаю, что мы тут как-то решим талант. На счетповязку вам я рекомендую два шерпения делать. Сила нехожая, да? Или чаще? Как вы считаете? Вы знаете, я считал, что один раз уже хорошо, но если вы рекомендуете два раза, я буду рад. Ну, хорошо. Так, ну, все, значит, обо всем поговорили по вашему здоровью. Все разобрали, то, что вы... Ну, вроде как бы, да, основное, да. А, физические упражнения, культура, как у вас возможно это? в пределах палаты. Если ваше правильное может быть выполнено в пределах палаты. А палата сколько дорого? Один или миллион? Ну, один. вылетят. Ну, один. меня расширен. Тут, причем, вылетят всяких коронавирус, слонарность, но вообще порядок такой. Нет. Поэтому доброе место. Остальное уже, остальное в рабочем порядке. Так, то есть сейчас повезут в отделение, оно где находится вообще? Мне туда уже нельзя, да, или можно? Вам туда нельзя уже, да. Мне уже туда нельзя. В отделение это соседний корпус. Если вылетели, мы можем это не так. Основное произведение в отделение она на четвертом, но там определяют палаты, положено повязку, капельницу сделают, ну, там есть, они не все. А капельница какая? Да, один, до шесть. Извините. Там капельница поклеительная, витаминки укользуются в единство, но это не суть, важенство. Ну, просто не пугайтесь, не хуется, что нет. Так, я тогда... Так, моя нахождение здесь пока... Владимир Ильич, ну, мне дальше нельзя сказали. Ну, все таки. Ехать далеко. Все, благодарим. Все пока не на связи. С завтрашнего дня надеемся, что-то перезарим. Ну, я жду воскресенье со звонка не будет от вас, я в понедельник просто с утра еду сюда. Да. Ну, вместе, возможно, на доставающие. Хорошо, сейчас, подойдем. До свидания. вот это девятое мужское отделение специализированного типа. Вот здесь содержит Владимира Юрьевича Шуманина. Ну, пойдемте дальше. Друзья, два слоя скажут, Ну, что я могу сказать? Ради инфекцизиатрии в действии, вот, хотя здешняя клиника не особо старается гнать лошадей, вот, вот та вся мразь, которая меня упекла за решетку, это тюрьма, она ответит перед народной общественностью, перед своим народом на все свои заделения. Бейтесь, беритесь, я духом не пал, я с вами, я буду всячески способствовать тому, чтобы мой случай карательной психиатрии в России и в мире был первым и последним. Я вам это обещаю. На меня, можете рассчитывать, Шуманя всегда будет в лице. Еще один момент я хотела бы озвучить. Мы ехали в пятницу вечером забирать эту технику, аппаратуру, документы. И следователь Орлова постоянно звонила, ну, когда же вы подъедете, когда же вы подъедете. Вот где-то в 17 часов мы подъехали. А я, наверное, очень хотела из домой в семью. И я ей тогда сказала, говорю, вы знаете, вот сейчас вы хотите, чтобы я подписала заявление о том, что прошу прекратить уголовное дело в связи со сроком давности. то есть вы, невзирая на эти сроки давности, издали постановление. Вы разорили мой дом, вы сломали человеку судьбу. И вот сейчас так спокойно, давайте договоримся. То есть вот как будто ничего такого не произошло. И она еще на меня обиделась, что я не захотела это подписывать. Я говорю, я с удовольствием дождусь того момента, когда вы поменяетесь с Шуманиным местами. Может быть, тогда вы начнете думать головой, что же вы творите. А сейчас, говорю, я вас по меньшей мере просто не уважаю. И я очень хочу, чтобы вы получили все, что сделали для Шуманина. Чтобы каждый, кто свои грязные руки запустил в нашу жизнь, чтобы каждый получил все, что для нас сделал. Я знаю, что так будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова